За последнее время я проделал огромный путь в Росе. Начинал я с простых паблишеров и субскрайберов, а сейчас я уже могу строить карту местности по данным Слидара. И я надеюсь, что мои видосы для вас полезны и они вам помогают. Ну а сегодня мы поговорим про системный координат, про адметрию, снова поработаем с энкодерами, а в конце видео мы немного поговорим про алгоритм построения карт. Оп, вставочка. Пока я готовил этот выпуск, я столкнулся с множеством проблем. И я хочу выразить свою благодарность сообществу Роса в Дискорде, которое отвечало на мои вопросы и помогало мне. Отдельную благодарность я хочу выразить вот этому человеку, у которого есть просто шикарнейшие статьи на Хабре по робототехнике и по Росу. И в основном в своем проекте я опирался именно на его статьи. Вы, конечно, скорее всего читали, но если не знаете, ссылочку я оставлю в описании, обязательно прочтите. А также я респектую всем вот этим людям, которые задают офигенные вопросы, которые дают советы, мотивируют и помогают развитию канала в целом. Спасибо вам. А начнем мы с систем координат. Вот смотрите, к примеру, у меня есть робот. И у него есть собственные оси X, Y и Z, которые направлены на нас. Обозначим их как X1, Y1 и Z1. Вот эта система координат называется локальной системой координат. И у меня это будет BaseLink. Но робот перемещается в пространстве по какой-то плоскости. И чтобы понимать, куда он двигается, нам нужно внести еще одну систему координат. И вот эта новая система координат уже называется глобальной системой координат. Мы у нее обозначим оси как X, Y и Z. И эту систему координат я назову Odom. Почему именно Odom, вы узнаете немного позже. Но как понять, куда переместился робот? Да, когда мы смотрим на робота, все окей. Мы его видим и понимаем, повернул он вправо или влево. Но мы не к этому стремимся. Мы стремимся к автоматизации. И чтобы робот сам понимал, куда он перемещается, в какую точку он переехал, нам нужна одеметрия. Существует несколько видов одеметрии. Они основаны на разном способе получения информации, которая нужна, собственно, для построения вот этой одеметрии. Но в своем проекте я буду строить одеметрию по данным с энкодеров от электродвигателей. И что для этого нужно сделать? Ну, во-первых, с одного канала энкодера надо использовать два сигнала. Это сигнал А и сигнал Б. Ну, иногда они могут по-другому называться, но не суть. Не забываем в эти линии добавлять подтягивающие резисторы. Ставим их параллельно, чтобы у нас сигнал был четкий, меандер. Причем канал А у энкодера 1 и у энкодера 2. Я завожу на контакты 2 и 3 Ардуино соответственно. Потому что эти пины работают с прерыванием. И в этой программе нам придется это использовать. Теперь немного теории. В РОСе есть стандартный пакет, который позволяет нам иметь структурированные сообщения для одеметрии. Это X, Y и Тета. X, Y, понятно, что это у нас координаты. Тета — это угол поворота относительно начальной нашей оси. Но эти данные нам еще нужно как-то получить. Как это делается? Первое. Мы измеряем радиус колеса и измеряем расстояние между колесами. Я брал от средних точек, и все эти данные мы переводим в метры. Второе. Мы находим количество тиков от одного энкодера за один оборот. Это можно найти либо в доках на энкодер, либо опытным путем замерить. То есть залить программу, которая считывает количество тиков, и просто прокрутить колесо ровно один оборот. Но одного опыта будет недостаточно, так что сделайте несколько раз. Лично я использовал и тот, и другой метод, и у меня результаты примерно сошлись. Но потом все равно пришлось немного подгонять, но об этом чуть позже. Теперь мы находим разницу между текущим значением тиков и прошлым измеренным значением тиков. И все это делаем мы для каждого двигателя. Теперь мы находим расстояние, которое прошло каждое колесо за какой-то промежуток времени. Делаем мы это с помощью вот этой формулы. Это немного улучшенная формула длины окружности. Теперь с помощью вот этой формулы мы находим, какой путь прошла наша центральная точка робота. Точка С у меня это. И пользуясь вот этими формулами, мы уже находим текущую координату X, Y и Theta. Теперь все эти формулы мы преобразуем в ардуиновский код и загружаем в ардуинку. И смотрим, как это все работает. Но вначале нужно проверить, что вообще эти данные передаются, и в симуляции у нас эти данные отображаются. Поэтому вначале я просто залил стандартную программу, которая моделирует мне движение по кругу. Я это запустил, включил Arvis и просто наблюдал за тем, как моя модель робота вращается по кругу. Значит все работает. Данные передаются, они отображаются. Значит можно теперь загрузить наши реальные данные робота с нашими параметрами и посмотреть, как это все работает. Мы загружаем и мы можем повернуть вначале одно колесо, потом другое колесо, несколько в разные стороны, в одинаковую сторону их повернуть. И мы можем наблюдать, как наша модель перемещается. Причем наша модель будет перемещаться от какой-то начальной точки. И вот эта начальная точка, это и есть наша глобальная система координат. Она же подом. Но теперь нам нужно проверить, совпадает ли наша визуализация с нашей реальной моделью. Как это делать? Я просто взял рулетку, отмерил 1 метр, ровно 1 метр. Поставил робот вначале и прям ручками проворачивал его колеса. И смотрел на Arvis, что там отображается. В Arvis одна клетка это 1 метр. И нужно было добиться того, что у нас с одной точки робот проедет в другую. И в реальности, и в Arvis он должен проехать 1 метр. Но это не сразу получилось, пришлось подгонять количество тиков. Теперь Arduino может не только принимать команды от TeleopKey, но и она может отправлять данные одометрии, чтобы мы знали, где робот находится. Теперь давайте запустим робота. Я включил параллельно сразу две консоли. Справа у меня консоль компьютера, справа у меня консоль робота. В обоих консолях мы включаем ROS командой ROSCORE. Чтобы данные с робота передавались в Arvis, мы должны настроить мастера и хоста. Поэтому, чтобы это сделать, мы должны прописать в консоли вот эти команды. Так вот, чтобы это сделать, в консоли компьютер мы прописываем вот эти команды. А в консоли робота мы прописываем вот эти команды. Да, если вы запускаете новое окно, то и в новом окне вы должны прописать и мастера, и хоста. Иначе у вас ничего работать не будет. Если вы не хотите это делать каждый раз, то отредактируйте bash-файл и там сразу пропишите и мастера, и хоста, тогда каждая новая консоль будет у нас отлично работать. Теперь я попрошу вас внимательно посмотреть на то, как выглядят лаунч-файлы для робота, лаунч-файлы для ПК, как выглядит алгоритм MyHectorSlam, как выглядит запуск самого лидара на роботе. Все это очень важно. Теперь можно начать работу. Запускаем лаунч-файл на роботе. Ждем, пока все прогонится, когда запустится лидар. Он показывает, что у нас нет никаких ошибок. И вот теперь мы запускаем лаунч-файл на ПК. У нас запускается AirVis, и мы можем наблюдать нашего робота и то, что он видит. Вот теперь в локализации участвует не только лидар, но и адметрия от энкодера. В начале я просто решил походить с роботом и построить карту комнаты. Сейчас показана работа энкодеров. В начале я поворачивал левое колесо, а потом правое колесо. Да, и можно сделать все то же самое, если просто подключим пакет телевки и можем с клавиатурой управлять нашим роботом. Да, что хочется сейчас сказать под конец видео. Все-таки я уже какое-то время поработал с лидаром, с роботом, с алгоритмом MyHectorSlam. Есть проблема при повороте. Когда робот поворачивает по дуге, данные с лидара портят вообще все построение карты. Если вращение робота идет вокруг оси лидара, то все окей. Вращая хоть с большой скоростью, хоть с малой, все строится, ничего не сбивает. Если робот начинает поворачивать быстро по какой-то дуге, то все, данные высчитай потеряли. Как мне написали в дискорде, это связано с самим лидаром и HectorSlam. Я попробовал другие алгоритмы, но пока что мне ничего отдельного не выходит. Пока это не работает. Если вы работали с каким-то алгоритмом не HectorSlam, или вы знаете, как решить вот эту вот проблему дичайших карт, то напишите, пожалуйста. Все файлы моего проекта вы найдете по ссылке в описании. Качайте, используйте мои наработки, продвигайтесь дальше, чем я. И делитесь этим в комментариях. Спасибо, что досмотрели данный ролик до конца. Прокачивайте свои скиллы, друзья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok